Здравствуйте, дорогие, любимые, нежные, ласковые, хорошие. Надеюсь, каждым словом вы все ближе и ближе подсаживались к экрану, потому что это вечернее шоу Ветка Туды. В студии Александр Сорокин смотрите в сегодняшнем выпуске. Новостная вереница, рубрика «Дичь дня». В Лузе велосипедист украл сумку с деньгами на глазах у детей. Городское больно, мне больно, курица довольна, рубрика наболела. Сейчас киоск убрали, и у нас, вот видите, что есть, мусор остался, а остановки нет. Пристроим вместе очаровашку и узнаем, где можно увидеть кировчан в одних плавках. В озере, за городом надать. Уже с басарого баса. Купались мы на каких-то карьерах, типа стрижи что-то такое. А начнем программу с любимой новостной рубрички «Дичь дня». Заряжаем двустволку и по новостям. Сидите, играюсь, взрослый мужик. Дичь дня. Начнем с новости от портала городкиров.ру. В лузе велосипедист украл сумку с деньгами на глазах у детей. Вот вроде бы куда уж драматичнее, но мы придумали. В лузе велосипедист украл сумку с деньгами на глазах у голодных детей. Можем еще. В лузе велосипедист украл сумку с деньгами на глазах у голодных детей и щенка. И, наконец, в Лузе велосипедист украл сумку с деньгами на глазах у голодных детей и щенка под эту музыку. Под дождем! Новость от Мария ФМ. Тройной стобальник есть в Кирове. Мне кажется, парень к этому и шел. Учился, старался, ни одной тройки-четверочки, чтобы потом, после сдачи ЕГЭ, его на весь город обозвали тройным стобальником. Еще одна новость от радио нашего города Кировчан научат самомассажу. Урок первый. Начни называть привычное дело самомассажем. Ну а прямо сейчас новость-трейлер. От создателей новости Кот полтора часа гонялся за мухой в коридоре. От авторов бестселлера Кот шугнул голубя с карниза. Встречайте, во всех новостных лентах города, в Кировской области, домашний кот напал на лесу. Это была рубрика «Дичь дня». Давайте хором. Какие новости, такая и рубрика! Дичь дня. Существует народная мудрость. У кого что болит, тот о том и говорит. Которая как будто бы была написана для рубрики «Наболела». А у нас в городе, поверьте, много что болит. Царапинка на шишке и мозолью погоняет. Очередная городская язва в рубрике «Наболела». Как я ловко жонглирую словами. Допустим, находитесь вы в юго-западном районе нашего города и решили куда-нибудь прокатиться. Вот только как понять, где же находится остановка общественного транспорта. Тут нужно обратить внимание на этот покосившийся знак. И, к сожалению, больше никаких признаков нет. Чтобы найти остановку, прохожим приходится спрашивать у местных жителей, где же останавливается общественный транспорт. Напротив ларька остановка. Где так объяснили. Вот ищу, где ларек. Найду остановку. В такой вид эта остановка превратилась пару месяцев назад. Ее убрали, поставили киоск. Сейчас киоск убрали и у нас вот видите, что есть. Мусор остался, а остановки нет. От этого мусора страдают детишки. Ветер сильный. Вот этот песок поднимается детям в глаза. Да. Вот мы тут со внучкой стояли, ей на мусор попал в глаза. Пришлось в поликлинику везти. Да и пожилые люди, которые идут из поликлиники, вынуждены ждать автобус далеко не на остановке. Сейчас вот пенсионеры идут с бодышками, все, сесть не знает куда. Плац, ну что ж, это же уже ни в какие силы не входит. Нина Семеновна обратилась от всех жителей Юго-Запада к службам, которые отвечают за остановочные павильоны с одной огромной просьбой. Просим обустроить вот здесь остановочку для пожилых, для всех, для всех. Где-то бы укрыться от дождя, от ветра. Мы очень ждем появления остановки. На перекрестке улиц Егоровской и Солнечной. Оксана Стяшкина, Иван Деров, программа «Вятка Тудей». Наверняка среди ваших друзей и знакомых есть люди, зависимые от интернета. Люди, которые не могут и дня прожить без смартфона. Все время что-то пишут, ищут. Это больные люди. Им нужна помощь. В нашей редакции тоже есть больной человек Александр Светлик. У него интернет-озависимость. Купи-продай, купи-продай. И самурай! Книга с анекдотами? Ха! Есть кое-что помощнее. Кировский Авито. И вот несколько свежих выдержек. Для поиска кадров зайдем в раздел «Работа» и удивимся. Какие же наглые нынче пошли соискатели? Вот одна из анкет. Если вас не устраивает, работник сразу лесом. Мои требования. Каждую неделю в карман минимум под две штуки. Наглый, готов пренебречь практически всеми видами морали для захвата своей цели. Ну и самое главное, вот как выглядит этот аморальный, наглый и жадный до работы злодеище. Ну а теперь обращение к учителям, которые ругают детей за то, что те играют на уроке в самолётики. Они не забавляются, а ведут прибыльный бизнес. Вот доказательства. Предлагаем поделки из оригами. Самолёт 200 рублей, лебедь 300. Есть в наличии. Так что, учителя, не ругайте детей, а лучше попросите откат. Ну а теперь в нашем теле в магазине на диване объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2107. Ну, готовьтесь. Владелец машины Аркадия отличается особенной экспрессией. Итак, к объявлению. Режь пружины, режь крышу, взорви её, оторви дверь, брось с моста, подожги, лобовуха. Зачем она? Выбей! С места рвёт два глушака по звуку спорткар по виду экспонат из Припяти. Хочешь почувствовать поцелуй сатаны? Ты знаешь, что делать. Ну, как вы поняли, сегодня самураем рубрики стал владелец семёрки Аркадий. Рубрика «Купи, продай» и «Самурай». Мы следим за кировским товарооборотом. Купи, продай, купи, продай и самурай. Наша программа ещё и полезная. Если у вас на районе неспокойно, если вы боитесь выходить утром и вечером на улицу без сопровождения, то рубрика «Местерное мести» специально для вас. Сегодня ищем хозяина для маленькой безобидной собачки. Сегодня мы хотим вас познакомить с этой спокойной девочкой по кличке Лада. Её нашли на прошлой неделе в посёлке Садаки. Девочка послушная и уже знает своё место. Она станет надёжным другом в любой семье. Ей два с половиной месяца. Она вырастет по колено. Можно в частный дом, так как шерсть очень хорошая, подшёрсток густой. Можно в квартиру. Подойдёт любым людям, с детьми, пенсионерам. Отдадим заботливые руки. Щеночек неприхотливый, ласковый, всё ест. Если вы хотите стать любящим хозяином для Лады, звоните по номеру 75 97 75. И не зря мы начали кадр с двух бездонных океаноглаз. Всё потому, что в разгаре купальный сезон, а? Как подвёл. Где лучше песочек? Где водичка почище? Где пирожки посвежее? Сегодня узнавала Оксана Стяшкина. Опрос. Где покупаться? Скажите, где вы купаетесь? Русское, село русское, в русском. Как там? Хорошая водичка, чистая. Тёплая? Тёплая. Я в Индийском океане купался нынче. А если Киров, в озере, за городом на даче. Я ещё не купался. Вообще ни разу. Вообще ни разу. Я купаюсь в ванной дома. И купались мы на каких-то карьерах, типа стрижи что-то такое. Мы не купаемся. Мы купаемся на Вятке, в городе Котельничье. У нас там пляж неглубоко для детей. Самая тут. В Кирове, Чепецке. То есть у старого моста. Нормально? Ну, пока вроде не обижаешь. В этом году нигде не купалась. Ну, в ванной только. В Нижневкино ездим купаться. А в душевой кабине в квартире. Я люблю Лежнинское озеро. Это в Кировской области находится, в Пижамском районе. В юбилейном. Юбилейный посёлок. Да, Котельнический район. В реке какой? Да, пруд. А море за границей. В каком море? В Средизенном. В бассейне. На карьеру ездить. Это где? В сторону Стрежей. Конкретно у второго моста. Ну, так. Ишим. Ишим? Да, это наша река, на которой стоит наш город. Что за город? Астана. Ну, в район Гнусино. Туда купаться. Где это? Это далеко. В бане дома. Почему это? Потому что нет места, где плавать. И на сегодня это всё. Только не плачьте, мы завтра вернёмся. Ну, а пока у вас есть время прислать нам интересные новости. Наша почта, наш телефон. Это была «Вятка Тодей». В студии был Александр Сорокин. До завтра.